Добрый день. Скажите, пожалуйста, как Вас зовут? Вера Ивановна Корнаукова. Вера Ивановна, мы знаем, что Вы проработали очень много лет в школе. Много лет. До сорока. Около сорока лет, да? Угу. А что Вы преподавали? Математику, физику, астрономию, информатику, черчение. И все есть дипломы. Так что все. Вас многие знают на Баку, мол, мы, дорогие друзья. Я знаю. Даже сам узнают и доводятся. Вы сейчас одна живете, да? Вы сейчас одна живете? Да. Скажите, вот как учительница Вы столько много лет прожили. Вы могли представить, что может быть война? Никогда. Никогда я не думала, что мы до такого страха доживем. Я сейчас живу в страхе. Мне позвонил из Киева сын. Я приеду. Нет, не вздумай. Я боюсь этих поездок. Скорее бы она кончилась. Она когда-нибудь кончится? Мы надеемся, что она кончится. В любом случае войны когда-то заканчиваются. И, дорогие друзья, мы сегодня проехали благодаря Галине Гавричу. Привезли наш продуктовый набор. Мы проведали учительницу Набакумова, которая сейчас на пенсии. А кого проведали? Вас. А, это рассказываете. Да, да, я рассказываю. И мы очень надеемся все-таки. И люди очень сильно надеются на мир. Очень. Прошли выборы на Украине. И хотя я не сильно верю в то, что возможно сейчас война кончится. Ну, хотя бы, знаете, в душе есть и у этих людей хотя бы какая-то надежда о том, чтобы все-таки за время правления этого президента, ну, скажем так, возможно все-таки обстрелы прекратятся. Ой, как надеемся. А сильно стреляли здесь, да? Хорошо стреляли. А в ваш дом не было попадания? В ваш дом не было попадания? Ну, как сказать, треснули там стекла немножко, ну, как-то обошлось. Обошлось, слава Богу. Спасибо вам, друзья, что вы не забываете людей, живущих на линии фронта. Низкий вам поклон. Спасибо вам. Повторюсь, вот сегодня... Можно я пропою? Давайте. Мир, нам нужен мир, мир, чтоб смеяться, мир, чтоб встречаться, мир, чтоб любить и дружить, мир, чтоб любою своей лишь гордиться и долго нам вместе в мире жить. Вот.